Я тебе читаю письмо Ваньку Жукову. Читал? Давай. Ванька Жуков, мальчик из деревни, отданный три месяца тому назад в учении на эстраду, тихо вышел на сцену. Дай выйти. Вышел. Давай дальше. Я читаю, да? Ну, кто? Я что-то прочитаю. Ты читай. Пока в зале все уснут, он достал из кармана ручку и, разложив перед собой чистый лист бумаги, стал писать. Все, хватит. Милый дедушка Константин Макарович, сделай божескую милость, забери меня Христораде с этой эстрады. Никакой мочи больше нет. Вчера один артист прямо со сцены сказал такое слово, дедушка. Ну, как тебе сказать, дедушка, ну, то, которое, когда отец молотком по пальцам себе стукнул, так он тогда сказал три слова, а этот одно, ну, три раза. Прям со сцены, деда. Так ты ему отцу по шее дал, а этому артисту за это деньги дают. А еще, деда, один артист натянул на голову колготки и стал заслуженным негром России. Я возьми и спроси, а зачем ему колготки на голову-то? А мне говорят, потому что дурак. Мне говорят, потому что ты дурак. Колготки на голову, это номер такой. Вот деда. А одна тетка, она на голову ничего не натягивает, но забила голову все время. Все время говорит, дорогие мои, мои дорогие, дорогие мои. Деда, а театр эстрады-то у нас забрали. Там теперь ужинают с дураком. А обедать и завтракать уже никого, никто не приходит. Дураков нет. Подумал я деда податься к Ширвинду. У него теперь вся сатир в руках. Но как увидел, как его малой во дворе с собаками моится, подумал, куда уже мне, мишка-то породистый. А мне, деда, а Москва-то город большой, казино много. И всех по телевизору алчности учат. Прям передача такая. Один мужик прям берет пачку денег и ну ей в харю тыкать. Возьмешь 25 тысяч, возьмешь 25 тысяч, а тебе не берут. Думают, больше будет. Деда, а вот тех, кто пародирует там президента, тех сразу Сибирь. На гастроли. На большие деньги. А одного прям на очень большие поставили. Миллион ворочает прям. Все время спрашивают, хочешь быть миллионером? А один говорит, типа он тебе на язык. Миллиардер оказался. Деда, а один мужик, ну его Яном звать, в Питере таких вообще сто есть. Прям так и называют сто Янов. Так он вообще страшнее, если его встреча страшнее, чем с бабой с пустыми ведрами. Он вот где свадьба, там день рождения, похороны, прям тут как тут. Однажды на одном таком, только по первой махнули, а он сразу, ты будешь покойником, ты будешь вдовой. И ему говорят, мужик, тут вообще день рождения. А он говорит, что характерно, что покойник ушел из жизни как раз в день своего рождения. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А я так думаю, деда, а вдруг он уйдет, этот райкинский зритель. Читать деда нечего. Одна надежда на Трушкина. Может, он чего напишет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, перед лицом народа слово даю, а то ж так жалостливо прям. Теперь достаточно, теперь веришь, что напишу. Да и я тебе поцелую.